Встреча министра Михаила Меней-Дольщиков длилась более часа. Когда будет возобновлено строительство и в какие сроки люди смогут получить свои квартиры? Ответы на вопросы наконец-то даны. 32 декабря первое средство – 22,5 миллиона рублей. Банк «Российский капитал» отправил в Ивановскую область. Деньги потратят на выплату зарплат работникам ДСК, чтобы строители смогли выйти на работу. 2,253 миллиона рублей нужно на достройку домов Ивановской области. Эту сумму для нашего региона банк уже зарезервировал. Средства в более крупном объеме начнут поступать, как только будет завершена процедура банкротства. В декабре месяце была принята соответствующая поправка в закон о банкротстве, которая обособила объекты, в которых есть дольщики. Потому что в противном случае все бы эти люди вставили в конец очереди, и мы ждали, пока что-то такое произойдет, и, может быть, какие-то средства получили бы, но не квартиры. Обнародован и график застройки. Дома разбиты на три очереди. Первых четыре дома будут готовы к сдаче в конце 2016 года. Вторая очередь, состоящая из трех домов, это середина 17-го. Ну и конец 17-го, начало 18-го – это последние пять объектов, которые сейчас имеют наименьшую, скажем так, степень готовности. Чтобы процесс заселения ускорить, возможно, дольщикам будут предлагать квартиры в других новостройках. Но все решения только по обоюдному согласию. Возможно, какие-то замены, предложения переездов из одного дома в другой. Это нужно, наверное, вместе решать, с учетом всех ваших прав и пожеланий. Но такая работа тоже должна висеть, чтобы просто быстрее эти графики исполнить. Министр Михаил Мень пояснил, дольщикам придется набраться терпения. Чтобы строительство началось, необходимо завершить все юридические процедуры. Суд, на котором ДСК объявит банкротом, запланирован на 14 января. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.